Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка от компании Тикмил и сами я, Артур Идиатулинг. Американский фондовый рынок находится сейчас на исторических максимумах и, естественно, возникает вопрос по поводу того, как долго еще продолжится ралли. Другими словами, насколько цена американских акций отклонилась от их фундаментальной стоимости. В условиях зависимости любой экономики мира от мировой экономической конъюнктуры требуется большое хводнокровие утверждать, что состояние экономики США позволяет оставаться ее фондовому рынку невосприимчивым к состоянию фондовых рынков в других странах. Рано или поздно обвал произойдет, но как скоро? Сегодня я бы хотел примерить все базовые концепции теории игр, а это равновесие Нэша, к поважению фондового рынка США, чтобы показать, что он сейчас является лучшей из худших альтернатив. Сегодня давление на основные валюты со стороны доллара плавно нарастает в ожидании отчета по безработице. Данные с фабрик США за август переполнены оптимизмом. Сообщение, что американский фондовый рынок вот-вот упадет, постепенно покидает информационный фон и замещается сообщением об отличном стоянии экономики и хорошим положением дел американских компаний. Именно в такой атмосфере, когда фондовый рынок пытается оставить позади исторические максимумы, должны появляться так называемые последние покупатели на американском рынке. То есть это те покупатели, когда их количество, когда их число иссякнет, то именно тогда и начнет происходить обвал. Это, конечно же, не предупреждение, но к черному лебедю, как известно, подготовиться невозможно. Для его реализации обязательно предшествует неравновесие в ожиданиях, что и формирует вот этот критический разрыв между ценой и стоимостью. В нашем случае для американского рынка это неравновесие формируется безальтернативным положением американских активов относительно активов других стран. То есть на вопрос, а где еще искать доходность, кроме как в американских активах, четкого ответа нет. Как мне кажется, ситуация эта напоминает равновесие по Нэшу, где каждому участнику невыгодно отклоняться от какого-то выбора, когда другие этого не делают. Хотя сам этот выбор может и не быть оптимальным. Неоптимальный выбор в контексте американских активов как раз означает значительно отклонившийся от фундаментальной стоимости какой-то актив, то есть вероакции. Это можно изобразить схематично таким образом. Вот здесь представлена таблица, где в выборах участвуют, точнее в выборе альтернатив участвуют инвестор 1 и инвестор 2. У нас представлены две альтернативы. Это американский фондовый рынок, то есть акции, и, скажем, защитный актив, золото. Американские акции у нас имеют рисковую доходность, R-Risk, в то время как защитный актив у нас имеет вот эту доходность, R-Защитную. Естественно, доходность акций у нас выше, чем доходность золота, но у нас золото имеет более низкий риск, чем американские акции. Стратегия отклоняться означает, что участник у нас делает выбор в пользу золота, то есть предпочитает инвестировать золото. Вторыми как не отклоняться, это продолжать инвестировать в американские активы. В отсутствии координации действий участники будут оставаться в равновесии, где доходность каждого из них будет составлять R-Risk, то есть они оба будут вкладываться в американский рынок. Хотя оптимальное соотношение риска и доходности могло бы обеспечивать вот это равновесие, то есть когда оба инвестора все-таки предпочитают уйти в защитный актив, оно начинает у нас приносить доход и в то же время имеет более низкий риск. И при этом, если один из инвесторов у нас пытается отклониться, то он получает у нас доходность 0, в данном случае вкладываясь в доллар, вкладываясь в золото, он получает отрицательную доходность, так как золото сейчас падает, но я ее приравнял к нулю. То есть вот эти выборы, то есть когда один из них отклоняется, а другой не отклоняется, для них невыгодны. Поэтому они будут оставаться вот в американских акциях, будем так говорить. Так вот, переход и в более оптимальное равновесие, которое у нас считается золото и доходность с нем, возможно только тогда, когда оба участника, например, могут сговориться. Переводя это на язык рынка, это означает возникновение шока какого-то. То есть шок, в данном случае, это появление общедоступной информации, которая обнаруживает как раз-таки возможность координации действий для перехода в это новое состояние. Но шок, как известно, у нас всегда происходит неожиданно, поэтому переход в это состояние также будет происходить неожиданно. И это как раз-таки объясняет, возможно, природу шоков, когда именно общедоступная информация позволяет участникам резко скоординировать действия и перейти в более оптимальное состояние. Но пока самой выгодной альтернативой это остаются американские активы, так как каждому из них, отдельно каждому инвестору отклоняться от этого равновесия абсолютно невыгодно. Эта схема, конечно же, очень упрощенная, но, возможно, она как раз-таки объясняет сейчас привлекательность американских активов. Именно это также может объяснять и отклонение цены американских активов от их фундаментальной стоимости. Ведь, согласно этой табличке, в отсутствии шоков у нас нет лучших альтернатив. Переходим теперь к традиционной части обзора. На развивающихся рынках у нас продолжает свирепство чума, но если лира почувствовала сегодня некоторое облегчение, сегодня она у нас обесценивалась против доллара всего лишь около на полпроцента, то аргентинские PSA и ранг и южноафриканские ранг перешли в чуть ли не свободное падение. Вчера ранг за день потерял 3,2% против доллара. Максимальное снижение с ноября 2016 года, хотя после того, как правительство объявило о том, что экономика переходит в рецессию. Номинированные в ранге облигации правительства резко подешевели, фискальная политика государства под угрозой, как и в случае с Аргентиной. Новые тарифы на экспорт в Аргентине, как меры для балансирования бюджета в 2019 году, рынок еще неэффективным. С конца прошлой недели у нас аргентинская PSA потеряла почти 24%, и российский рубль на их фоне у нас выглядит более привлекательным и не таким уж нестабильным. Скорее всего, правительствам придется, бедствующих стран, придется прибегать к экстренным кредитам МВФ. Они всегда неприятны для правительств, так как требуют структурных реформ, фискальной дисциплины. Это часто подразумевает сокращение социальных расходов, что всегда политически неудобно для властей. В то же время производственная активность в США у нас выросла в августе до максимального значения за 14 лет. У нас это показали вчера данные по производственной активности. Как видите, они у нас намного превысили ожидания. Но стоит отметить, что основным драйвером пока остается исключительно внутренний спрос. Экспортные заказы у нас падают из-за сжатия доллара в ликвидности, из-за проблем в других странах, а также из-за укрепления доллара. Опрос от ICM среди менеджеров производства выдал такое предупреждение, что пик уже в производстве достигнут, и в ближайшие месяцы ожидается такое снижение экспортных заказов из-за сильного доллара, который как раз-таки вызовет и общее ухудшение в показателях. Фабрики также доложили за август о повышении найма, что является хорошим сигналом для отчета по безработице в пятницу. Замедление в производстве также списали на дефицит рабочей силы. Этот тренд, скорее всего, себя как раз-таки также проявит в отчете в пятницу. По евро-доллару у нас ожидается стабилизация около уровня 1.15. Это как раз-таки возможно произойдет завтра на новостях по новым тарифам. Дальнейший тренд у нас будет задан отчетом по безработице в пятницу. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Оставляйте ваши вопросы, комментарии. Увидимся с вами в пятницу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.